В Хакасии могут начать производство собственных роботов для работы на фермах. Необычный проект главы республики представили юные инженеры Абаканом. Что умеют делать робокары и будут ли они востребованы на рынке России, узнал Виктор Буров. Знакомьтесь, робот Лена. Так умную машину, собранную из конструктора Лего, между собой прозвали сами юные изобретатели. На конструирование электронной помощницы ушло больше двух лет. Лена – мечта любого фермера. Она может самостоятельно переработать сырье, просеять от мусора, высушить и доставить готовый продукт на склад. Участие человека не требуется. Работизация ферм, ее нет. Максимально, что сейчас можно использовать, это подруливание тракторов в программе. Мы спроектировали это как совершенно новую модель, которой еще нет подобного у нас просеян. Очаровательную колхозницу робота инженеры Абаканского лицея всерьез намерены внедрить настоящее производство. Умная машина заняла третье место во всероссийском конкурсе «Робофест-2017». Теперь конструкторы мечтают, чтобы робокар трудилась на ферме в Алтайском районе. Компания занимается изготовлением уникальных травяных экстрактов, которые расходятся по заводам чуть ли не всего мира. Я обещаю вам найти денег. Вдохновленный идеями юных робототехников, глава Хакасии даже заговорил о том, что в республике с помощью инвесторов можно начать изготовление собственных конструкторов. Покупать импорт не слишком дорого. К тому же в России подобных производств нет. И на Хакасском лего, по мнению Виктора Зимина, можно реально заработать. Я не думаю, что это большие деньги. Вы посовещаетесь, подумайте, мы бы решили этот вопрос. Если это не глобальные какие-то деньги, во-первых, мы бы нашли, могли найти помещение за счет региона. Еще много моментов сделать в части того, чтобы помочь с продвижением этого бизнеса. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия.